Я хотел бы сегодня говорить на тему многообразия и единства тела Христова, то есть Церкви. Когда Господь и апостолы учили о Церкви, они неоднократно обращали свое внимание на то, что Церковь в глазах Бога, в глазах Бога есть единое целое. И всякое посягательство на это единое целое является в глазах Бога преступлением. И самым ярким примером этого единства являлось то, что апостолы сравнивали Церковь с телом, а Христос с главою, Христа с главою этого тела. И мы все с вами понимаем, что если какую-то часть нашего тела отсечь, она не сможет функционировать отдельно. И приводя такую аналогию, Бог хотел показать сегодня, чтобы каждый человек, примкнувший к Церкви, всегда соблюдал свое внутреннее с ней единство. Нередко дьяволу не удается как-то пополам разделить Церковь по местную, но часто он имеет успех в том, что отрывает некоторых от тела Христова и таким образом обеспечивает им погибель. Я хотел бы обратить наше с вами внимание сегодня на то, что наше присутствие в собраниях и даже наше участие в служении и водное крещение, которое мы когда-то с вами приняли, не является еще гарантией, стопроцентной гарантией того, что мы действительно находимся в единстве с телом Христовым. И я хотел бы, рассуждая сегодня об этом, смотреть некоторые из места Священного Писания, чтобы мы могли проверить каждый себя, являюсь ли я формально частью Церкви Иисуса Христа или мое сердце имеет прочную духовную связь. Апостол Павел говорил о многое об этом в Первом Послании к Олимпинам в 12 главе. И эта церковь была очень многочисленна, там были развиты очень разные служения, но по какой-то причине, может быть, руководители этой церкви, может быть, рядовые члены церкви никак не могли признать, что церковь при своем единстве еще остается и многообразной церковью, где написано, что Бог разделяет дары и служения каждому, как Ему угодно. И на этой почве у коринфян возникали как раз проблемы. Я хочу читать некоторые стихи, это 12 глава, с 12 стиха. Выборочно буду выбирать некоторые стихи. Павел говорит, «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины». Когда человек становится членом церкви, уже неважно, какой национальности он принадлежит, он является частью тела Христова. Дальше написано, «Рабы или свободные». Неважно уже, какое социальное положение занимает человек. В то время были еще даже рабы, и Богу и сегодня неважно, богатый ты или бедный, образованный или не очень, «Если Дух Господень наполнил тебя, Он присоединил тебя к Церкви Христово». И дальше написано, «Все мы напоены одним духом». Апостол Павел для своих рассуждений подготовил определенный фундамент, что наше с вами водное крещение и крещение Духом Святым, это было возможностью причислиться и стать частью Церкви Иисуса Христа. Но дальше он объясняет, что у некоторых людей возникают дальше проблемы. Тело же написано не из-за одного органа, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Иногда мы смотрим вокруг себя и видим, как некоторые христиане, динамично развиваясь, возрастают в служении, дарованиях, они оказываются на виду, и сравнивая себя с ними, мы обнаруживаем себя не таковыми. И именно здесь приходит человеку мысль, мысль от врага, который желает тебя оторвать твоей внутренностью от единства церкви. Он говорит тебе, «Ты не принадлежишь к телу, ты не принадлежишь к церкви, потому что ты не проповедник, потому что ты не учитель, потому что ты не пастор, потому что ты не пророк и потому что ты не певец». Это есть неправильное мышление, когда, не обнаруживая себя на видных частях тела церкви, мы думаем, что по этой самой причине у нас есть основания думать, что Бог нам место в церкви не усмотрел. Апостол Павел говорит, что Бог расположил органы, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Каждого человека Бог поставил в церкви на свое место. Точно так же, как в человеческом теле нет абсолютно ни одной ненужной части, так и в теле Христовом. Однажды один брат получил такое земное откровение о том, для чего человеку нужны брови. Это было во время дождливой погоды, когда он шел по улице и обнаружил, что брови его служат козырьками, по которым капли стекают по сторонам и не попадают в глаза. Пока он мне это не сказал, я тоже воспринимал брови как декорацию, неизвестно, нужную нам или не очень, потому что некоторые от них даже избавляются. Но когда он рассказал мне это, я в очередной раз убедился, что Бог все тело соразмерил так, определил так, каждой части быть, чтобы она выполняла свою функцию, часто которой само тело может и сам мозг и не подозревать. И сегодня Бог в церкви очень много определяет самых разнообразных, невидных, не вооруженному, я скажу, глазу человеческому служений. Я знаю, что у Господа есть целая армия людей, христиан, которые совершают незаметное служение, но без этих незаметных служений невозможно совершать заметное. Апостол Павел говорит в этой же главе, что те части тела, которые кажутся нам слабейшими, гораздо нужнее. Павел говорит, что иногда в церкви некоторые члены церкви, некоторые части тела кажутся нам слабейшими. Это наше человеческое впечатление. Но Павел говорит, что на самом деле они оказываются гораздо нужнее. Возьмите в пример наш человеческий глаз. Это очень слабый орган. Мы его защищаем всеми силами с помощью тех же бровей. С помощью этого органа мы воспринимаем большинство окружающей нас информации. Но стоит попасть в соринке на этот глаз, как он начинает слезиться, и мы испытываем величайший дискомфорт. Не говоря уже о том человеке, который частично или полностью потерял зрение. И нередко такое бывает, что мы полагаем о ком-то попечении. Нам человек кажется немощным, слабейшим в теле. Проблемой, которую нам нужно тащить на себе. И когда мы несем его на себе, он думает, наверное, я не принадлежу к телу. Я нагрузка для церкви Иисуса Христа. Меня снова и снова нужно утешать. Меня нужно успокаивать. Мне нужно помогать. За меня нужно молиться. Наверное, я какая-то нагрузка. Я не часть тела. Не может быть, чтобы я был нужен Господу. Библия говорит очень часто, именно человек оказывается гораздо нужнее. Почему? Потому что для Бога закон любви самый важный. И когда мы несем этого человека, когда мы оберегаем его, это является очень ясным, четким показателем, как мы научились любить. Если бы вся церковь состояла из духовно сильных людей, которые могут сносить абсолютно любые слова, могут сносить абсолютно любое отношение. Они останутся в церкви, несмотря ни на что. Кто бы что им не сделал, не сказал и не причинил. Если бы мы все были такими духовно зрелыми, то мы тихонько бы с вами все расслаблялись и стали бы постепенно все очень слабыми. Но Бог сегодня в теле написано соразмерил. Я прочитаю этот стих 24-й. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Греческое слово соразмерить означает дословно смешать в нужной пропорции. И Бог сделал эту смесь характеров, темпераментов, личностей в церкви так, что есть более совершенные и менее совершенные. И чтобы не было разрыва между более и менее совершенными, Бог написано внушил о менее совершенном большее попечение. И через это попечение Он связывает менее совершенное и более совершенное. С одной целью написано дабы не было разделения в теле. Он позаботился за церковь перед своим страданием. В конце своей молитвы Он очень сердечно просил Небесного Отца и говорил «Да будут едины все верующие в Меня». Бог очень сильно заботит насколько церковь является монолитом, является организмом. И Он Сам позаботился запустить некоторые духовные законы и процессы, благодаря которым между немощным и сильным, между более совершенным и менее совершенным. Нет дистанции, нет расстояния и нет пропасти. Слава за это Богу! Если бы Бог не позаботился об этом, церковь не дожила бы до наших дней. Я думаю, что она умерла бы и в первые века. Но Сам Бог садил в Свою церковь телом Иисуса Христа. Он наблюдает за всеми этими процессами. Человеку никогда не соблюсти церковь воедино. Сколько бы пасторы не старались, сколько бы не прилагали усилий, одних усилий пастора никогда не будет достаточно, если Бог не будет эти духовные законы и принципы в церкви осуществлять. И тогда написано не будет разделения в теле. если вы сегодня испытываете некоторые комплексы, если вы чувствуете себя ненужными, потому что вы не можете делать то, что делают другими, другие, я хочу, чтобы сегодня вы поверили Священному Писанию, вы все равно принадлежите к телу, потому что там есть много дел и служений. Некоторые части тела, некоторые члены церкви осуществляют свое служение лежа на постели дома больные день за днем, и к ним приходят христиане, и глядя на их веру, глядя на их стойкость и их безропотность, получают назидание, которое порою превосходит назидание от лучшего проповедника братья и сестры, а этот член церкви лежа в постели может думать Господи, почему ты не дал мне здоровья, почему ты не дал мне силы, я хочу так служить тебе. Бог говорит не думай, что если ты не проповедник, если ты не певец, то ты потому не принадлежишь телу, нет, Бог сам распределил каждого из нас в теле, как ему угодно. Есть другая проблема, записана уже в 21 стихе, первый случай, который осмотрел, касался человека, ощущающего свою ненужность, неполноценность, который навеял ему враг, и с помощью этого хочет оторвать тебя от тела, убедив тебя в том, что ты как будто бы не нужен. Но есть другая проблема, 21 стих говорит, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам вы мне не нужны. Мы чувствуем уже другой дух, другой характер и другое настроение. Если в первом случае часть тела говорит, я не принадлежу к телу, я недостой этого, то теперь мы видим части тела, которые говорят, вы мне не нужны. Это надмение. Это как раз касается тех членов церкви, тех делателей, которые оказываются на виду, и которым Бог мог определить какие-то дарования, которые существляются на глазах у всех людей. и эта ситуация всегда полна искушений возгордиться и почувствовать себя самодостаточным, так, как если бы ты держал церковь, а не был лишь ее частью. И когда враг видит, что перед ним уже стоит другой темперамент, другое служение и другой характер, враг действует с другой стороны, он не говорит, ты не достоин быть частью церкви, ты не можешь принадлежать к церкви, потому что ты многого не можешь, но, говорит, напротив, ты так много умеешь, что другие тебе уже не нужны. И написано, рука говорит ноге, ты мне не нужна, и глаз говорит, ты мне не нужен. Каким бы ни было благословением над человеком, каким бы ни было помазанием, каким бы ни было количество талантов, ни один человек не может служить успешно Богу, внутренне обособляясь от церкви. Даже в Ветхом Завете есть тому пример, однажды я говорил о человеке очень успешном и способном, это был Самсон, который во многом и на много порядков превосходил весь остальной Божий народ. И по этой самой причине он не позаботился с этим народом установить должные отношения. И когда настал день, он очень сильно ослабел, израильский народ не помог ему, потому что всю свою жизнь он вел обособленно, и в той ситуации он не мог даже позвать на помощь. израильский через Иоаннафана и его оруженосца Бог навел страх на филистимлян, врагов Израиля, и они вдвоем одолели большое количество людей, написано, что после всему Израилю пришлось все равно подключиться, чтобы одержать полную победу. Иоаннафан и оруженосец смогли в своей самоуверенности почувствовать себя достаточно сильными, чтобы вдвоем доставить великую победу Израилю. Но Бог сказал, должен еще пойти и народ. И Бог не дал бы этим двум человекам успеха. Братья и сестры, это то, о чем я говорил вначале. Мы сегодня можем внешне принадлежать к церкви Иисуса Христа, но внутренне или через комплекс неполноценности, через ложное ощущение собственной ущербности, или напротив, через гордыню, чувство самодостаточности, мы можем сердцем своим отделяться от народа Господня. И всякий человек, который сердцем отделяется от церкви, является очень уязвимой и очень досягаемой мишенью для самого дьявола. Одним из самых ярких примеров такого единства, мне кажется, человек Божий по имени Моисей. Он на много порядков превосходил Израиль, и его духовность не могла сравниться с самым лучшим из них. И настал день, когда Израиль в очередной раз в своем ропоте, в отступлении и недовольстве прогневил Бога. И Бог сказал Моисею, я истреблю этот народ в один миг, а от тебя произведу великий народ. Но Моисей сказал, Боже, если ты изгладишь их имена из книги жизни, изгладь и мое. Моисей не представлял себе отдельного, автономного от народа Божия благословения. Когда я смотрю на современную ситуацию, я думаю, что многие сегодняшние Моисеи с радостью скажут Господу, Боже, произведи от меня новый народ, потому что этот народ я не хочу нести, потому что с этим народом я не согласен, потому что этот народ слишком тяжел для меня и не понимает меня. Если бы Господь сказал им, я произведу от тебя новую церковь, они с радостью ухватились бы за эти слова. Но Моисей был совершенно другой человек. Те люди, которых он вел, он их так сильно любил, и он не представлял себя лидером какого-то нового движения, нового народа, может быть, лучшего. Он любил тех, которые были уже сейчас, и он сказал Богу, если ты их имена изгладишь, изгладь и Мое имя. Это удивительное единство одного из самых благословляемых людей, потому его служение было успешно. Если сегодня проповедник или певец выходит на эту сцену, внутренне отделенный от народа Господня, чувствуя великое расстояние между духовностью детей Божьих и Своею, это служение успеха никогда не принесет. Народ Господень чувствует, что этот человек очень далеко и высоко отстоит от них, что сердце его не с ними. Апостол Павел говорил о израильтянах, я сам бы желал быть отлученным ради израильтян, родных мне по плоти, чтобы они были спасены. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Бог определил каждой части тела находиться в своем месте. Сегодня Бог смотрит на каждого из нас. Как ты совершаешь свое служение? Может быть, тебе очень больно, когда твою песню спел кто-то другой? Может быть, ты переживаешь о том, что твои мысли умные, глубокие и мудрые высказал кто-то другой? Значит, ты не единая целая с церковью. Тебя не волнует результат, тебя не волнует назидание, тебя волнует, чтобы это важное, красивое, почетное сделал именно ты. Это говорит о том, что в твоем сердце от твоего Господнего народа есть большая дистанция. Пусть каждый из нас проверит себя сегодня на этот предмет. Очень многообразно и очень по-разному бывает внутренняя отделенность человека от церкви. Если мы будем молиться Богу, Бог даст нам возможность увидеть. Есть один пример, когда орел строит гнезда, он делает это из колючих веток с одной целью. Когда он приносит корм своим детям, более сильные орлята начинают распихивать слабых, чтобы получить больше пищи. И когда они так активируются через чур, эти колючки дают им о себе знать. Они утихомириваются и так обеспечивается равномерное питание для всех орлят, слабых и сильных. И когда Господь видит в церкви, что какой-то человек начинает сильно размахивать руками, Бог регулирует эту ситуацию. Иногда мы хотим этому процессу помочь. И нам кажется, что какой-то человек чересчур заважничал, и нам нужно воткнуть ему дополнительную иголку. Мы забываем, что смирять ближнего это не наше дело, а дело Господа. И Бог наблюдает за этим процессом, братья и сестры. Бог сегодня соразмеряет тело. Он сегодня внушает нужные чувства. Он смиряет гордое и поднимает слабое. И когда мы с вами пытаемся в этот процесс химически, синтетически проникнуть, у нас очень плохо получается. Давид об этом говорил, страдания уязвленных тобой, они еще умножают. Когда Бог смиряет человека, мы хотим еще помочь и подсыпать туда что-то, мы не дело Господне делаем. Братья и сестры, Бог не поручал нам смирять наших ближних. Бог сам наблюдает за этим процессом в теле Господнем. Мне хочется молиться, как сказал филипийцам апостол Павел, если есть какая радость, если есть какое утешение, если есть какая отрада любви, Он говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли. Он говорит, соберите все эти благословения воедино. Только тогда радость будет совершенную, когда мы будем не отдельно благословляемы людьми, но когда мы будем единым целым. Тогда радость великая наполнит Господень народ. Помолимся Богу. великая лошадь